В связи с установившейся в начале марта теплой погодой, некоторые хозяйства Брещины уже открыли посевной сезон. Не остают от них и владельцы дачных участков и земельных наделов. Вместе с желанием обработать заветные сотки, у многих хозяев возникает потребность прибегнуть к помощи владельцев сельхозтехники. Конечно, не забесплатно. Упакованные тракторами и селками, в свою очередь, должны знать, что за оказание платных услуг по обработке земли, посеву и уходу за насаждениями, необходимо платить единый налог. Физическим лицам, осуществляющим деятельность по выращиванию сельскохозяйственной продукции, необходимо до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган по месту жительства уведомление с указанием видов деятельности и уплатить единый налог. На сегодняшний день ставки при оказании данного вида услуг установлены в приемлемых размерах и составляют в городе Бресте, Баранович и Пинск, 115 тысяч рублей. В городах Береза, Ивацевичи, Кобрин, Лунинец 105 тысяч рублей. В городах районного подчинения 100 тысяч рублей. В сельской местности 65 тысяч рублей в месяц. В свою очередь, система уплаты единого налога предусматривает применение налоговых льгот. Финансовые послабления касаются инвалидов, многодетных родителей или воспитывающих детей инвалидов до совершеннолетия, а также мужчин и женщин пенсионного возраста. Для этих категорий граждан ставка налога понижена на 20%. Немаловажным положительным моментом при оказании услуг по заявительному принципу является то, что не нужно ввести учет доходов и расходов, бланка строгой отчетности, предоставлять налоговые декларации в налоговый орган. Нет необходимости получать книги замечаний и предложений, книги учета проверок. Это, в свою очередь, облегчает процесс осуществления деятельности. Работы по оказанию услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции являются сезонными. Поэтому хорошей новостью станет то, что единый налог уплачивается не круглый год, а лишь только в тех месяцах, в которых осуществляется деятельность. Не следует забывать и об ответственности. Тем помощникам, которые решили оказать платные услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции в обход закона, придется понести административное наказание. Поэтому, чтобы не жать урожай в виде штрафов, лучше просто заплатить налог. Продолжение следует...